Фонд Кино впервые проведет дополнительный конкурс Фонд Кино впервые проведет дополнительный конкурс в 2018 году Ему не удалось распределить 398 миллионов рублей из-за низкого качества сценариев Коммерсант от 15 мая 2019 года, 12.56 Фонд Кино в нынешнем году впервые в своей истории объявит дополнительный конкурс Чтобы распределить остаток средств государственной субсидии Об этом журналистом заявил журналистом исполнительный директор фонда Кино Вячеслав Тельнов По его словам, остаток составил 398 миллионов рублей Дополнительный конкурс фонд проведет осенью Он необходим в связи с низким уровнем проектов, которые были заявлены рядом компаний Уровень сценариев ряда проектов не заслуживает внимания Эти фильмы бы просто не смогли выйти в широкий прокат А задача фонда в том, чтобы фильмы доходили до широкого проката Заявил Вячеслав Тельнов Он подчеркнул, что такое решение принято впервые в истории фонда Кино Компании, которые не получили субсидии в связи с этим Он не назвал, но уточнил, что были отклонены заявки 18 компаний Тогда как всего подавали 46 всего По словам господина Тельнова, в 2019 году фонду Кино была предоставлена субсидия на кинопроизводство в размере 2 миллиарда 982 миллиона рублей Более 205 миллионов рублей Пошли на дофинансирование четырех проектов по договорам, заключенным в 2018 году Это фильмы «Повелитель ветра» ООО «Арт Пикчерс Студия», «Мастер» и «Маргарита» ООО «Профит», «Момент истинной зоодирекции» Кино и «Конь Юли» и «Большие скачки» ООО «Кинокомпания СТВ» Еще 1 миллиард 765 миллионов рублей Распределены на 11 проектов 9 лидеров по конкурсу в 2019 году Исполнительный директор фонда Кино Вячеслав Тельнов Фото – Ирина Бужор, коммерсант Также осенью фонд Кино планирует впервые провести конкурс на субсидию для детских фильмов и авторской анимации, рассказал господин Тельнов Ежегодная субсидия российским аниматорам составляет 1 миллиард рублей Сейчас ведется работа по доведению до фонда этих денег Надеюсь, что в ближайшее время все необходимые процедуры будут завершены, и осенью мы проведем еще и этот конкурс Заявил исполнительный директор фонда Кино Валерия Лебедева Как Россия будет продвигать свои фильмы за границей Продвижением российского кино за рубежом будет заниматься новая компания, образованная холдингами «Газпром Медиа», национальная медиагруппа, кинокомпания СТВ и в Губсу из мультфильм Такую инициативу преподали премьеру Дмитрию Медведеву В проекте также планирует участвовать российский экспортный центр, через который предлагается распределять средства на продвижение фильмов в объеме 400 миллионов рублей В год Ранее этим вопросом занималась государственная раскина, которая смогла привлечь на зарубежные стенды кинематографистов в 2018 году 53 миллиона рублей Читать далее